В официальной резиденции премьер-министра Соединённого Королевства на Даунинг-Стрит-10 первую леди Украины встретила супруга главы правительства Великобритании Риши Сунака Акшата Мурти. Вместе они символично украсили ёлку у знаменитой входной двери резиденции. Много говорили с ней об образовании детей и наших нижних проектах. Пригласила госпожу Мурти присоединиться к саммиту первых леди и джентльменов. Верю, что впереди у нас ещё немало общих проектов по восстановлению Украины и преодолению последствий войны. Мягкая сила способна достичь значительных результатов, когда мы действуем вместе. Елена Зеленская, первая леди Украины, в Твиттер. Затем первая леди встретилась и с самим премьер-министром Риши Сунаком. В ходе встречи Елена Зеленская выразила надежду на реализацию в дальнейшем совместных планов Украины и Великобритании. Кроме того, первая леди выступила на международной конференции по предотвращению сексуального насилия. Там она рассказала о сексуальных преступлениях российских военных, которые они массово совершали в Украине. Тема сексуального насилия – это отдельная тема, потому что, на мой взгляд, это самый жестокий животный способ доказать своё господство над двами. На самом деле, это ещё один инструмент, который они используют в качестве своего оружия. Это ещё одно оружие в их арсенале в этом военном конфликте. Вот почему они используют это систематически и открыто. Они очень открыто говорят об этом. Вот почему крайне важно признать это военным преступлением. Елена Зеленская также посетила штаб-квартиру британской телерадиокомпании BBC. И в радиоинтервью призвала не забывать в период рождественских праздников о судьбах украинцев, которые борются за свою свободу. Это война противоположных мировоззрений, война за ценности. Важно, чтобы они сохранились. Это борьба за правду и ценности человека. Мы надеемся, что приближение Рождества не заставит вас забыть о нашей трагедии. Елена Зеленская, первая леди Украины, в интервью для программы Today на BBC Radio 4. В завершение своего визита первая леди выступила перед британским парламентом. Она подчеркнула, что Россия хочет погрузить Украину во тьму и холод, так как российские войска специально атакуют критически важную инфраструктуру Украины. Мы ежедневно слышим сирены воздушной тревоги, идентичные сиренам, которые слышали британские поколения в прошлом. Вы не сдались, и мы не сдадимся, но нам нужна не только победа, нам нужна справедливость. И когда замолкнут сирены этой войны, когда оккупанты будут изгнаны с украинской земли, когда наш народ сможет вернуться домой, мир сможет поблагодарить Великобританию не только за то, что она помогла остановить зло на поле боя, но и за то, что помогла восстановить справедливость, осуждая и наказывая это зло. Также Елена Зеленская заявила в парламенте, что от российских атак пострадали десятки городов Украины, а более трех тысяч километров украинской земли покрыты неразорвавшимися минами и боеприпасами. Юлия Биль для телеканала Freedom.